Добрый день, дорогие друзья! Рада приветствовать вас в литературной гостиной журнала Симбирск. Сегодня наш гость Нина Ивановна Васильева, педагог и кровет, автор многих публикаций о замечательных земляках. В частности, Нина Ивановна Васильева является биографом замечательного писателя Петра Трофимовича Мельникова. Итак, предоставляем слово нашему гостю. Добрый день, дорогие друзья! Я Васильева Нина Ивановна, в прошлом учитель русского языка и литературы, краевед, занимаясь всю жизнь литературой, поэзией, творчеством наших земляков, писателей и поэтов и, конечно, людьми, которые прославляли нашу родную Ульяновскую Симбирскую землю. А их, этих имен, не перечесть. И поэтому вот жизнь моя сложилась так, что родилась я в селе Чердаклы, училась в школе, где были прекрасные учителя, о которых я сохраняю добрую, светлую память. Но произошло так, что я, окончив семь классов, вынуждена была поступить в училище, в дошкольное петучилище. И встретила там удивительного человека, удивительного преподавателя литературы Валентину Алексеевну Курилюк, которая на меня произвела огромное впечатление и стала на всю жизнь моим идеалом как преподавателя, как человека высокой культуры. Валентина Алексеевна преподавала нам литературу и художественное чтение. И каждое произведение, конечно, она читала наизусть. И поэтому готовиться к уроку литературы – это было моей святой обязанностью. Мне было бы неловко сказать не так, связать свои слова как-то по-иному. И поэтому много учила наизусть. Учила стихи, учила цитаты. Много читала я с самого детства, потому что в доме была небольшая библиотека, во-первых. А во-вторых, была прекрасная библиотека в нашем поселке, детская библиотека, которой я очень благодарна. Там были такие специалисты, которые любили свою работу и эту любовь передавали нам, ребятишкам. И связь с библиотекой я до сих пор не порываю ни с детской, ни со взрослой, ни с дворцом книги. И библиотека для меня. Встреча с ней – это всегда радость. И встреча с книгой, конечно, всегда радость. Я проработала в школе около 40 лет. И, конечно, очень благодарна судьбе, что на моем пути встречались удивительные люди, преподаватели. Преподаватели Пет-института, которых я всегда вспоминаю с благодарностью. Это и Галина Ильинична Суворова, и Екатерина Ивановна Никитина, и Евгения Петровна Гематова. Все они учили любви к слову, пониманию его, глубине и еще о том, как это слово отзывалось в произведениях писателей, в произведениях поэтов. И, конечно, поэзия была в моей жизни главным таким способом узнавания жизни и развития моей речи. Потому что я считаю, самое главное, если ты хочешь, чтобы твоя речь была хороша, и ее можно было слушать, надо много учить наизусть, надо много заучивать, чтобы потом вот этим, так сказать, своим собственным накопленным кладом пользоваться и радоваться не только себя, но и окружающих людей. Вот. И когда я ушла на пенсию, то мне захотелось побольше заняться краеведением. Хотя и в годы работы в школе я усиленно занималась этим. Мы приезжали с ребятишками из Мирного, из поселка Мирный, Чердоклинского района, во дворец книги, где нас встречала Нина Ивановна Никитина. И всегда она проявляла такое радушие, такую заинтересованность к нам, вот таким маленьким читателям, которые что-то переписывали под моим руководством, узнавали многое о Николае Михайловиче Корамзине, готовясь к тому или иному его юбилею, о Николае Михайловиче Языкове, о Гончарове и многих других писателях и поэтах. И вот я стала писать статьи, и мои статьи печатаются теперь и в журнале «Симбирск», и в журнале «Мономах», которые я очень люблю, потому что эти журналы дают столько сведений, предоставляют столько новых имен, что иногда удивляешься, как талантлива наша земля, сколько в ней именно людей, которые занимаются творчеством и щедро делятся с ним, с нами читателями. Иногда, когда я бываю в других, так сказать, городах, местах, краях, я привожу в подарок эти журналы, и все удивляются. Ой, как прекрасно иллюстрирован наш журнал «Мономах», какие интересные сведения, как интересен журнал «Симбирск», сколько там фамилий, и оказывается, все они почему-то связаны с нашим ульяновским-симбирским краем. Я стараюсь вызвать из забвения в основном тех людей, которые в силу тех или иных причин как-то отходят со временем в небытие, и поэтому мне хочется напомнить о них. Так появились вот мои книги о поэте Геннадии Кошкине, который родился в Чердоклинском районе. Так была написана небольшая книжечка о творчестве Светланы Ивановны Матлиной, которую я очень люблю, и всегда, где бы ни была, читаю ее прекрасные строки. Молодая полынь в позолоте, много света и много тепла, есть такое затишье в природе, словно ангел раскинул крыла, и заката веселое пламя, и реки голубое стекло. Будь здоров, и храним небесами, пусть всегда тебе будет светло. И вот этот свет, который идет от поэзии, он именно помогает и обогащает душу человека, и отрывает его от будней, от этой повседневной суеты, и заставляет нас поднять глаза к небу, увидеть, какое оно прекрасное, увидеть просень в небосклоне, как писал Геннадий Кошкин. И все это озаряет жизнь радостью, заставляет этой радостью делиться с другими. Мне, конечно, хочется рассказать о том, что у нас в поселке Мирный есть библиотека, которая носит имя Петра Трофимовича Мельникова. И вот для многих, конечно, имя это мало знакомо. И поэтому вот я всегда хочу, чтобы как можно больше людей знали о людях нашего края и могли гордиться ими. Потому что вот такие строки, которые он писал о нашем крае, они только могут вызывать чувство гордости, чувство радости, чувство восторга. Волга, ее пойма луговая, были несказанной красоты, провожали чаек белых стаи, пароходы, баржи и плоты, А зимой, сверховья и снизовья шли гуськом обозу в два ряда. Их всегда встречали хлебом, солью, звоном колокольным города. И пока не заворкуют голуби, забавляла с играми зима. Рыба к рыбаку налет из проруби, приморозцы прыгала сама. Мчались вихрем тройки с бубенцами, шли красотки тропкой за водой. И летели сами с огольцами, взяв разбег свинца с горы крутой. Особенность творчества Петра Трофимовича заключается в том, что в нем соседствует проза и поэзия. Там можно прочитать и о том, какая рыба водилась в заливных лугах в Заволжье. Можно прочитать, какие были пчельни, как занимались пчеловодством, как занимались сельским хозяйством. Потому что в одном из стихов Петр Трофимович так и скажет – труд крестьянской – он всей жизни основа. И поэтому, когда читаешь его стихи, то непроизвольно проникаешься этим деревенским бытом, этой деревенской жизнью, сельской жизнью, наполненной радостью, наполненной, может быть, нехитрыми какими-то, но так дорогими нашему сердцу воспоминаниями, которые живут в нашей душе тоже с самого детства. И дышится как будто по-иному. И на душе становится тепло, когда случается попутно городскому, случайно. Стропки заглянуть в село, толпятся гуси в полдень у колонки, плесни водой поднимут гордый крик, как будто им под лапы в перепонке ударил солнцем выпитый родник. Мы только здесь, волнуясь, вспоминаем, как жили наши деды и отцы на жердочке, прибитой над сараем. Скворечница маячит и скворцы, пол в горнице скобленный до крылечка, проемы синих окон в пять окон, да русская с челом открытым печка, с печурками плавкой до колен. Порхнет детей к тебе навстречу стайка, а кружит в половодье светлых глаз из погреба приветливая хозяйка подаст в литровой кружке хлебный квас. А будешь уходить, стыдясь улыбки, присмотрит, как за сыном за тобой, и встанет, пригорю несу калитки, глаза от солнца заслонив рукой. Вот вся деревенская жизнь в этом стихотворении заключена, и столько в ней тепла, какого-то такого домашнего уюта, с которым жили многие-многие поколения наших предков и наших родителей, наших бабушек и дедушек. И поэтому так дороги вот эти строки. Но самое главное, наверное, что я хочу сказать про Петра Трофимовича Мельникова, что он был счастлив в своих друзьях. Среди его друзей были Николай Благов, Владимир Пырков, Виктор Сергеев, дай бог ему здравия душевного и телесного, и многие другие. И вот поэтому тоже в одном из стихотворений он рисует вот картину общения с этими людьми, которая тоже вызывает и улыбку, и понимаешь, как дорога была вот эта атмосфера дружбы и понимания между этими взрослыми людьми, уже много пережившими, много увидевшими, испытавшими и все-таки сохранившие что-то детское. Есть в жизни смысл, глубокий, изначальный. Пусть говорят, что где-то лучше там нам захотелось после встреч случайных пошляться вместе по родным местам, чтобы насладиться запахом живицы, увидеть даль, пока она ясна, услышать, как пою, щебечут птицы, узнать, какой бывает тишина. От города вдали, вдали от сел, сегодня мы бездомные бродяги. Пырков на холм с транзистором ушел, в мешке спит Благов, словно в саркофаге, а Стафьев расточается в пылу, он и во сне не говорить не может. Попал Артемьев пяткою в золу и голосом ночной покой тревожит. Явился Шустов из густых лесов. Он на сучок рюкзак повесил старый, чтобы начать из листьев и цветов, пока все спят под борку на гербарии. Костер потух, над озером туман, сижу я на пенечке, как на троне, бредет устало звездный караван, Заря с зарей сошлись на небосклоне. И пусть траву посеребрит росой, биологи, поэты, журналисты, поспите вы еще часок-другой, разбудят вас пернатые гарнисты. И вот в этом стихотворении вы ощущаете ту теплоту отношений, которые они были между этими людьми. И удивительно щедрым был Петр Трофимович, потому что всем своим друзьям он посвятил прекрасные стихи. И одно, наверное, из самых таких глубоких признаний и вместивших в себя и память, и боль, и горечь, утраты Николая Николаевича Благова. Вот это стихотворение «Друзья», которое я вам прочитала, оно написано в 73-м году, то есть вот когда они еще были уже знакомы и дружили. «Дубовый крест, железная ограда, и над землей песчаный бугорок, и веет с Волги свежестью прохлада, и сон поэта вечен и глубок. Провидцы вознесли и погубили, Последняя мечта его была Еще хоть раз вдохнуть дорожной пыли, Пройти лужком по улице села. И прежде он порой уединялся, Над вымыслом, не сдерживая слез, Отчаянно влюблялся и стеснялся Под окнами лепечущих берез. В избе с лучами первыми деницы Как тени поднимались к потолку, Скрипели под ногами половицы, Он бережно вынянчивал строку. Через снега, через дожди косые Воистину для нас и для него Сияли синью Волга и Россия, И не было дороже ничего. И вот, когда читаешь стихи Петра Трофимовича, То создается впечатление, Что жизнь-то у него была Очень хорошая, Не затуманенная особым ничем, Друзья, природа окружающая, Любимая работа, работа плотника, Которую он перенял от своего отца. Но когда мы обращаемся к его биографии, То совсем другое впечатление И удивление испытываем от того, Как человек, выживавший в трагических условиях, Мог сохранить душу живу, Как мог сохранить добрый и ясный взгляд, Как сохранить радость жизни, Воспитать прекрасных детей И достойно прожить свою жизнь. Не подвластно такое забвение Присудила безбожная рать И больных стариков к выселению, И мою многодетную мать. Она зори любила, и росы, В сельской церкви икон образа, У нее были все русые косы, Голубые, как небо, глаза. Видно, родина нас позабыла. Голод, холод, повальный тиф, Смерть людей, как косой косила, А я чудом остался жив. Ссылка, словно провальная яма, С горем общим и горем своим, С той поры для меня слово «мама» В моей памяти стала святым. Вот уж речка и шим застыла, И буран над сепями выл, Затерялась ее могила Среди многих других могил. Понял я, почему с годами Нет покоя в душе моей Осознать то, что было с нами, Не хватило мне жизни всей. И это действительно так. Эта боль, Она жила постоянно, можно сказать, В душе Петра Трофимовича Мельникова. И когда касалась особенно Этой темы, И когда всплывали воспоминания О том страшном времени, То этот человек, конечно, Не мог Спокойно рассказывать об этом. Хотя рассказывал спокойно. Как в смысле спокойно? Просто уже привычным голосом, Можно сказать, Без особых эмоций. Не потому, что боль притупилась, А потому что, наверное, Великое смирение было в его душе, И еще великое упование На Бога, на милость Божию. Потому что в одном из стихотворений Он так говорит, Что вот почему я все тянусь к былому. Добрый собеседник мой, Пойми, каково было отцу больному С нами четверыми-то детьми. Доходила жизнь до самой точки, Думали, нам всем пришел конец. Помню я, как хлебные кусочки На безмени взвешивал отец. К нам пришла к безвыходности Самая, пусть и не родная. Все же мать. С детских лет я откровенно мамой Стал чужую тетку называть. Вот спасением для них оказалась После трагедии Вот эта женщина, Анна Николаевна Степанова, Которая тоже в эту зиму Потеряла четверых детей и мужа. И вот сошлись, как говорится, Два человека, Чтобы вырастить, Спасти оставшихся в живых Четверых детей Петра Трофимовича Мельникова И Устиньи Ивановны. И Анна Николаевна Оказалась человеком Очень Понятливым, Так бы я сказала. Потому что, как пишет Сам Петр Трофимович, Бывала в одни непогоды, Она, как родная мать, Еще в дошкольные годы Учила меня читать Своими напевными звуками Мой творческий дар сберегла Сама же печатными буквами Едва расписаться могла. И вот она В годы войны Узнав, что приезжий профессор Из поволжских немцев, Который работал, Как вспоминал сам Петр Трофимович, На конюшне Решил продать том Собрание сочинения Пушкина. И вот Анна Николаевна, Заплатив Немалую по тем временам Сумму И муки, И молока, Добыла Вот этот Сборник Произведений Александра Сергеевича Пушкина, Который раскрыл Перед подростком Петром Удивительный мир поэзии, Которому он был верен Всю свою жизнь. Я хочу пожелать всем Обратиться к творчеству Наших поэтов, Наших писателей. Обратиться И Пожелаю даже, Чтобы стало потребностью Держать в руках Журнал «Мономах», Журнал «Симбирск», Журналы, которые Всегда есть возможность Почитать во дворце Книги. Это и журнал «Москва», И «Наш современник», И «Иностранная литература». В эти дни Проходят там Прекрасная выставка Страницы новых книг Листая, Которая предоставила Такую богатейшую Коллекцию Новых книг, Который приобрел Дворец книги. И эта выставка Порадует Самого взыскательного Читателя. И даже пусть ты Не такой уж Поклонник книги, Но даже посмотреть На эти книги, Порадоваться им, Развернуть Прекрасные альбомы, Которые там Представлены, Прекрасная Издательская работа И порадоваться. Все это, конечно, Доставит вам Немалое удовольствие. А книги Вот Петра Трофимовича Мельникова Тоже можно Приобрести. Приобрести можно Это в книжном магазине, Которые находятся Рядом с домом Кончарова На улице Ленина, Где всегда Будут рады Увидеть вас И предложить Много Краеведческой Литературы Самых Разных Авторов. Ну и на прощание Я хочу Прочитать Сихотворение, Которое я Даже Иногда Встречаю Туристов Возле Дворца книги Не сдерживаюсь И читаю Эти строки Мой город Не из древности Глубокой Но прочно Утверждается В веках Стоит Над Волгой На горе Высокой На речке На озерах Родниках Не завлекут Меня Края Иные Я свой Предел Покинуть Не могу Живут Мои Знакомые Родные На правом И на левом Берегу Люблю Когда на город И поселке Ночных огней Прольется Красота И на запястье Задремавшие Болги Браслетами Сверкают Два Моста Дорогие друзья Мы благодарим Нину Ивановну Васильеву За участие В нашей Программе Нина Ивановна Отличник Народного Просвещения И действительно Ведет Большую Просветительскую Работу Много И часто Выступая В библиотеках И школах Нина Ивановна Автор статей И очерков О Викторе Сергееве О Светлане Матлиной И Конечно О Петре Мельникове О котором Сегодня Она так хорошо И полно Нам рассказала Мы Благодарим Нину Ивановну За участие В программе И Хочется Процитировать Ее Слова На вопрос Каково Ваша кредо Нина Васильева Отвечает Служить добру И быть Полезной Дорогие друзья Спасибо За внимание Всего Вам Самого Доброго Дорогие друзья Продолжение следует...